какое время должно пройти чтобы мужчина предложил жениться оптимально я однажды рассчитал формулу то есть есть точное количество времени оптимально должно пройти 122 дня 4 часа 22 минуты и 43 секунды запомнили я повторять больше не буду пересмотрите потом вот это оптимальное время для того чтобы мужчина должен предложить если чуть меньше чуть больше уже не подойдет то есть секундомером замеряете если как бы прошло время извините может пролетел это я конечно шучу милые мои но как вы можете как бы определить какое время оптимально и мы разбираем реальные примеры и вот девчонки из моей команды рассказывают у них знакомая вот они познакомились на сайте знакомств через два дня встретились через три месяца у них была свадьба уже понимаете а кто-то сидит на сайте знакомств по три года а кто-то встречается через два месяца как бы получает предложение понимаете вот как оптимально тут но от множества факторов зависит бывает мужчина встречается и вас влюбляется и мне пишут постоянно женщина разные случаи бывает он мне предложил на первой же встрече вот вы такая красавица для него он просто он спал и видел вас во сне вы встретились он увидел вас и сказал блин я о тебе 20 лет мечтал вот как только родился сразу в полгода как стал соображать сразу сказал я хочу душу я хочу лену все и вот с того времени мечтал я увидел тебя и сразу вспомнил я вспомнил что вот когда между тем как я ходил на горшок и ел командную кашу я тебя вот как бы все же я как родился сразу понял то что я тебя люблю сразу понял что я тебя люблю вот и сразу влюбился он конечно я шучу утрирую извините на бывает такое вот мужчина просто пришел сказал ты вот ты я просто я тебя обожаю просто же просто выходи за меня замуж и все сразу а может быть такое что ну понятно что это может быть какое-то скоробалительное решение вы не готовы будете потому что вам нужно узнать сколько во время нужно для того чтобы узнать мужчину оптимально вот вы скажите сколько времени вам оптимально нужно узнать мужчину сколько смотря сколько раз вы встречаться будете вы будете можете встречаться раз в месяц можете встречаться каждый день он может быть вы можете встречаться каждый день но он может быть закрытым совершенно человеком. Молчать просто, дарить вам цветы и водить вас в кино. И дарить вам бриллианты колье от Кортье. Вам будет нравиться каждый день получать бриллианты от Кортье, но вам не будет нравиться, что он молчит. Но он такой, молчу. Сколько времени вам нужно будет узнать его? Два, три месяца, полгода? Я не знаю. А бывает так, что он раз в месяц встречается с вами, но за этот раз в месяц вы просто за 8 часов столько так наговоритесь, так узнаете его, что думаете, блин, я как бы... За весь этот месяц я наслаждаюсь, вспоминая потом, о чем мы говорили. Ну как оптимально? Как вы это себе представляете? Вы же говорите о очень разных вещах. Насколько... А бывает так, что он вас полюбил, и вы его полюбили с первого раза. И вы сказали, да хрен с ним, не будем узнавать друг друга. Просто пошли сразу, ну как бы в Лас-Вегасе, немножко подвыпили, покуражились, потанцевали и сказали, а мы тут же женимся, какая разница. Все, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе, да? И женились, на утро проснулись, ну как бы, ну неплохо вроде, начали что-то вместе жить. Смотрите, и дальше получилось. Ну как оптимально, милые мои? Что за все... Какие вопросы такие? Не очень. Мой... Извините, я как бы не хочу вас обижать нисколько, но мне наш преподаватель рисования, Александр Митч, его звали, Александр Митч, он был 2,10 ростом, вот, и в шириной такой же, во флоте служил. Александр Митч, он говорит, Саша, это женский вопрос. Когда я ему задавал какой-нибудь вопрос, он смотрел так на меня, с высоты, ну представляете, да, такой маленький какой-то, ну человек небольшого роста, ученик, он такой подходил, так нависал, такой, Саша, это женский вопрос. Я понимал, что это, ну, наверное, не совсем тот вопрос, который нужно задавать. Поэтому, ну, не в обиду вам, но, милые мои, это женский вопрос просто. Оптимально в тот момент, сколько нужно времени, чтобы жениться? Чтобы вы поняли, что этому человеку можно доверять. Вот оптимально, сколько вам нужно времени? Чтобы вы поняли, что этому человеку можно доверять, и вы хотите с ним прожить, блин, всю оставшуюся жизнь. Готовы? Вы будете с ним спать, понимаете? Ну, как бы не 3 минуты, а то есть вы ночью будете спать. То есть вот так вот придется. Вам придется с ним делить еду, вам за деньги ему занимать. Надеюсь, надеюсь, это кого-то найдет.